Виктория Токарева, жена поэта. Читает актриса Алла Човжик. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был поэт. Государство, Советский Союз, 70-е годы. А царство – маленький провинциальный городок, частный деревянный дом. Ветка черемухи стучала в окно юного поэта. Звали поэта Вилен, сокращенно Виля. Это имя, производное от полного имени вождя революции – Владимир Ильич Ленин. В 20-х и 30-х годах вошли в моду революционные имена Владлен, Марлен, Маркс-Ленин, Рэм – революция Энгельс-Маркс, Ким – коммунистический интернационал молодежи, Индустрий, Искра – та самая, из которой возгорится пламя. Имя Виля было благозвучным и нежным. Приятно произносить. Фамилия – Селиванов. Когда-то, в очень далекие времена, эта фамилия образовалась из двух слов – «село» и «Иванов». Получилось – Селиванов. Селивановых очень много, но никому в голову не приходит, как возникла эта фамилия. Жил он с папой и мамой. Мама Надя была разговорчивая, все время вещала что-то никому не нужное. И казалось, что другим это интересно. Близкие родственники делали вид, что слушали, но они просто пережидали словесный водопад, думали о своем. Папа не имел в семье никакого авторитета, поскольку он ничего не добился в жизни. Но он и не добивался. Просто жил себе, ел, пил, любил, читал, смотрел телевизор. И никуда не стремился. А зачем? Все при нем. Вода, еда, жена, сын, книги. Что еще? Сын Виля довольно рано начал писать стихи. Их публиковали в газете, сначала в школьной, а потом в городской. Стихи были простые и ясные, без воротов. Казалось бы, ничего особенного, а попробуй написать просто, ясно и в рифму. Виля выделялся среди ровесников, и его полюбила самая красивая девочка в классе, Таня Марченко. У нее была сверкающая улыбка, глаза круглые и густо-коричневые, как переспелые вишни, прозрачная челка и рюмочная талия. Стихи полились из Виля, как из фонтана в центре города. Стихи были такие. «Я гляжу на твои колени, взгляд мой дерзок и чист и смел» и так далее. Целая серия. «Я гляжу на твои глаза, я гляжу на твои плечи». Таня Марченко опасалась, что Виля поглядит еще куда-нибудь и потом расскажет об этом всему свету. Таня стала избегать Вилю, но ее неприступность только подливала масло в огонь, подстегивала молодую страсть. Однажды они оказались на дне рождения Шурки, Самодеркина. Шурка лучший друг, но дело не в нем. Шуркины родители накрыли стол для гостей, а сами ушли. Очень кстати. Мальчики стали зажимать девочек. Сердца стучали так, что ритмичный стук вылетал в форточку и поднимался высоко в небо. Самолеты начинали дрожать от турбулентности. Подростки постигали главное ощущение жизни. Виля зажал Таню в прихожей среди чужих пальто. Он был совершенно неосведомлен сексуально. Действовал интуитивно. Таня ему помогала. Расстегнула кофточку, стянула лифчик, иначе бы он порвал. О, если бы навеки так было. Но ничего не бывает навеки. Шуркины родители вернулись. Пришлось принять прежний вид и восстановить выражение лица. Компания вернулась к столу. Сидели с выпученными глазами, оглушенные гормоном счастья, который вырабатывается в определенных обстоятельствах. Там, в прихожей, был открыт ящик Пандоры. Ящик — это ящик, а Пандора — первая женщина, созданная по велению Зевса. Открыть ящик Пандоры значило совершить действия с необратимыми последствиями. Последствия настали. Вилли и Таня думали только друг о друге и ни о чем больше. При каждом удобном случае они обжимались. Стоя, сидя и лежа. В зависимости от обстоятельств. Ее дыхание, ее аромат, тепло ее тела — единственное, чем питались его стихи. Получился целый сборник. Этот сборник сыграл решающую роль в судьбе Вилли. Руководство города заметило самородок и стало выдвигать его вперед. Вилли довольно быстро осознал, что выдвиженцы живут лучше, чем скромные труженики. Разница примерно такая, как между кошкой и собакой. Собак живет на улице, в будке, питается объедками со стола, а кошка в доме, на диване, смотрит телевизор на коленях у хозяйки. Вилли тоже доставались продуктовые пайки с красной икрой и мороженой курицей. За это он должен был сочинять стихи по заказу. Праздник у Великого Октября, ко дню рождения Клары Цеткин. Кто такая-то Клара Вилли, понятия не имел, но это ничему не мешало. Свои главные стихи он не смешивал с заказными. Разница была такая же, как между колбасой в магазине и колбасой в продуктовых пайках. Вилли окончил школу, поступил в педагогический институт. И женился на Тане Марченко. О ком же еще? Руководство города предоставило им квартиру в новом блочном доме. Жить на этаже оказалось удобнее, чем в частном доме. Водопровод прямо в квартире, сортир то же самое. Не надо бежать во двор среди ночи. Горячая вода, ванная, газовая плита. Живей не хочу. Можно рожать детей хоть целую дюжину. Но Таня не хотела ни одного. Почему? Попрошал Вилли. Я не хочу менять хорошую жизнь на плохую, объясняла Таня. В ее семье было пятеро детей. Таня старше, и поэтому ей приходилось нянчить всех своих братьев и сестер. Этот клубок забот достался ей полностью и под завязку. Ее буквально тошнило от вида грудного ребенка. Шурка Самодеркин не захотел получать высшее образование. Он пошел в армию. Вернулся с водительскими правами и подался работать в такси. Вилли пристроил друга к доступному начальнику. Шурка стал обслуживать начальника и его семью, а в свободное время друзей и родственников. Тоже не последнее дело. Таня Марченко, теперь Селиванова, вела гнездо. Люстры, полочки, обеденные сервизы. Шурка сопровождал ее, таскал тяжести, давал дельные советы. Таня буквально не могла без него обходиться. А Шурке нравилось быть необходимым. Это означало, он нужен не только себе самому, а еще кому-то. В этом смысл любви и материнства быть нужным. Вилли в бытовухе не участвовал. Он был заточен на творчество и на карьеру, в отличие от Шурки. Составная часть карьера – написание льстивых стихов, которые он самолично вручал хозяевам города. Вилли хорошо выучил коридоры власти, запомнил кабинеты, а также фамилии, имена отчества и дни рождения. Вилли был молодой, вежливый, услужливый и не мог не нравиться. Цветущая юность всегда привлекает. Шурка Самодеркин не понимал Вилю. «Что ты им жопы лижешь?» – интересовался Шурка. «У них своя жизнь, у тебя своя». «А ты не лижешь?» «Нет, я обслуживающий персонал. Обслуга. Я за это деньги получаю». Однажды мама Надя, мать Вилли, напекла пирожков с капустой и пошла к сыну проведать и посмотреть хозяйским глазом. У нее были свои ключи. Мама Надя вошла в прихожую, увидела незнакомую куртку. Чья бы это? Прошла в спальню и остановилась в недоумении. Ее поразило количество голых ног. Их было четыре, но казалось, что больше. Приглядевшись, мама Надя определила две головы. Та, что сверху принадлежала Шурке Самодеркину. Друг называется. А все, что внизу – Таня. Шурка трудился самозабвенно и ничего не видел вокруг себя. Таня пребывала с закрытыми глазами и тоже не увидела маму Надю. Мать Вилли постояла и тихо ушла. Не стала себя обнаруживать. Болтливая и не сдержанная мама Надя проявила неожиданную мудрость. Решила промолчать. Любовники ее не видели и не знают, что их застукали. Можно сделать вид, что ничего не случилось. Шурка уйдет домой. Вилли вернется из института. Таня встретит его с нежной, немножко виноватой улыбкой. Жизнь продолжается. Вилли любил Таню всей душой и телом. Объявить ему о неверности жены – все равно, что ударить ножом в сердце. Хотелось, конечно. Пусть знает правду. Но кому нужна эта правда? Зачем такая правда, от которой боль и разрушение? Но каков подлец Шурка! Вилли устроил его на денежную работу. Вилли был предан любви и дружбе, как лебедь. Бедный Вилли. Вилли, поэт, ведет мир сквозь розовые очки. Дурак. Мама Надя терпела эту тайну, как тяжелую болезнь. Иногда замирала и качала головой, как лошадь, отгоняющая шмеля. А вдруг у Тани Шурка любовь? Тогда роль Вилли непонятна. Вернее, понятно. Его надо поскорее выдрать из этой грядки, где произрастают ложь и предательство. Вилли ничего не замечал. Но однажды пришел рассеянный. Люди злые, сказал он матери. Какие люди? Спросила мама Надя. Танина подруга, Томка Звонарева, сказала, что Таня изменяет мне Шуркой. Подруга называется. А откуда она знает? Говорит, что Таня сама и рассказала. Поделилась, представляешь, сволочь. Кто? Томка, кто же еще? Она всегда завидовала Тане и сейчас завидует. У Тани отдельная квартира, муж и красота, а у Томки ничего нет и никогда не будет. А ты сам спросил у Тани? Предложила мама Надя. Что спросить? Про Шурку. Ты что-нибудь знаешь? Заподозрил Вилли. Мама Надя хотела сказать. Все знают, кроме тебя. Но он многозначительно промолчал, поджав губы. Ее рот и без того узкий превратился в нитку. Вилли посмотрел на нитку и сказал. Ты злая, ты плохой человек. Встал и ушел. Вилли не стал садиться в автобус. Шел пешком. Ему не хотелось никого видеть. И даже случайные пассажиры казались врагами. А круг враги. Все. Даже самые близкие. Друг, мать, жена. Во рту накопилась слюна. Вилли хотел сглотнуть, но не смог. Болело горло. Не просто болело, ломило. Вилли сплюнул на землю. Подул ветер и забросил слюну на пальто. Получилось, что Вилли сам себя оплевал. Он вошел в дом, разделся в прихожей и сразу прошел к постели. Лег. Таня села рядом. Кровать под ней качнулась. Вилли внимательно смотрел на жену. На ней было короткое легкое платье тигровой расцветки. Оно же служило ночной рубашкой, домашней одеждой, даже выходной. В ресторан она его не надевала, конечно, но гостей принимала. Ей было лень переодеваться. — Ты спишь с Шуркой? — прямо спросил Вилли. — Ну да, — легко призналась Таня. — Зачем? — Мне интересно. — Ты меня не любишь? — Люблю. — А зачем изменяешь? — Я не изменяю. Я просто трахаюсь и все. — Но если ты любишь мужа, зачем тебе любовник? — Для кругозора. Таня смотрела прямо в его глаза. Ни тени смущения. — Какого еще кругозора? — Ты понимаешь, у меня никого, кроме тебя, не было. Только ты и все. А мне интересно, как с другими. Все люди разные, значит, и половые акты разные, как книги. Нельзя же всю жизнь читать одну и ту же книгу. У Вилли загорелось лицо. Видимо, поднялась температура. — Знаешь, как это называется? — спросил он. Вилли произнес короткое емкое слово. — Да. — Очень грубо, — не одобрила Таня. — Ты красный, давай я тебя водкой натру. Вилли провалялся неделю. Его навещали, но он никого не хотел видеть. У него была полная апатия ко всему, к еде и к людям. Однажды зашел Шурк Самодеркин, принес томатный сок и плитку шоколада. — Зачем ты трахаешься с Таней? — прямо спросил Вилли. — Тебе не стыдно? — Так это не я, — окрестился Шурка. — Это она, ее идея. — Но член-то твой. — Это не считается, — сказал Шурка. — Мужчины все такие, мужская природа. Когда плохо лежит, норовят воспользоваться. Но я твой друг. — И я твой друг. Что изменилось? — Ничего. Вилли понял, что ему не достучаться до Шуркиной совести. То ли этой совести нет совсем, то ли он, Вилли, что-то не понимает. Отстал от времени, как динозавр. Что дальше? Они так и будут расширять свой кругозор, а он с ветвистыми рогами у прохожих на виду? Вилли стало казаться, что все вокруг знают, весь город в курсе его личной жизни. Он здесь не останется. Уедет. Куда? В Москву. Куда же еще? Здесь, в этом захолустье, ему нечего ловить, кроме сплетен. А Москва — большой водоем для крупной рыбы. Не водоем, а океан, где свободно плавают киты и акулы. От этой мысли становилось легче. Ангина долго не проходила. Вернее, она утихала, но скоро возвращалась. Самостоятельно с ней было не справиться. Вилли пошел в поликлинику. Его направили в кабинет, ухо, горло, нос. За столом сидела женщина-врач лет 30. Вилли 22. Для него 30 возраст. Врач была не молодая, не старая, не худая, не толстая. Не красавица и не уродка. Она взяла голову Вилли двумя руками. Руки у нее были сильные и нежные одновременно. Вилли представил, как она обнимает своего мужчину. «Как вас зовут?» Спросил Вилли. «Валентина Егоровна». «А можно Валя?» Она не ответила, надвинула на лоб круглое зеркало. Приказала. «Откройте рот». Вилли покорно разинул рот. Валя сунула в рот что-то железное, стала изучать его гланды. Вилли давился, на глазах выступили слезы. Валяные руки пахли ванилью. Очень приятный, завораживающий запах. «У вас в гландах пробки?» Сказала Валя. «Надо пропить антибиотики». Она освободила его рот от железа. Стала писать рецепт. «Фиг с ним с пробками», — сказал Вилли. «Сама пройдет». «Или пройдет, или будет осложнение. Вы носите в себе мину?» Мина действительно в нем сидела, но она называлась Шурк Самозеркин. Слезы снова вернулись в глаза, хотя Вилли больше не давился. «Не бойтесь», — мягко проговорила Валя и положила свою руку ему на щеку. «Я не боюсь, мне все равно». Вилли взял ее ароматную руку и подвинул к своим губам. «Пейте с ума, мед», — как ни в чем не бывало, — сказала Валентина Егоровна и мягко убрала руку. «Начните сегодня же». Ангина действительно прошла очень быстро. Буквально за три дня. Валентина Егоровна оказалась права. Вилли планировал отъезд в Москву. Он понимал. «Надо вступить в партию. Без партии карьеры не сделать. Какая карьера у поэта? Голодный художник и больше ничего. Другое дело — должность». Должность — это власть. А власть — это тиражи и деньги. Для должности необходима протекция. Вилли зачастил в горком городской комитет партии. Он не лизал жопы, выражение Шурки, но мел хвостом. Начальники разглядели в нем своего. Орлы распознали орленка. А может, волки-волчонка. Начальники не дураки, как хочется думать простому обывателю. Однако не романтики. Циничные ребята. Вилли уже имел негативный жизненный опыт. Двойное предательство. Но романтизма не изжил. Верил в прекрасное. И отражал это в своих стихах. Прекрасными были цветы, садовые, полевые. Что может быть совершеннее ромашки? Кто ее придумал? Всевышний. А как прекрасен грибной дождь с радугой на небе. И человека придумал тот же автор. А такие оттенки, как хитрость, предательство. Это добавили в жизнь сами люди. Всевышний совершенно ни при чем. Окончив педагогический институт, Вилли в учителя не пошел. Он не умел относиться к детям, как к равным. Для него дети – дикари, которым некуда девать энергию. Он их не уважал. Они это чувствовали и отвечали тем же самым. Педагогический талант – такая же редкость, как любой другой. Вилли удалось устроиться в заводскую многотиражку. Там он мог сочинять стишата на любую тему. Он так и делал. И все были довольны. Но Вилли понимал, что заводская многотиражка – временный причал. Его ждет большое плавание. Танина неверность не случайна. Она выталкивала Вилю в новую жизнь. Ничего не бывает просто так. Все для чего-то.